Газпром вытесняет американский СПГ из Европы. Газпром вытесняет американский СПГ из Европы. 8 часов РИА Новости, Алексей Куденко, охраннику входа на территорию компрессорной станции «Портовая». РИА Новости, Алексей Куденко. Москва, 4 июля РИА Новости, Максим Рубченко. Цены на природный газ в Европе упали до минимума за 10 лет. Потребители спешат этим воспользоваться, и Газпром в последние два месяца резко нарастил экспорт. А вот поставки американского СПГ на европейский рынок при нынешних котировках крайне убыточны. Рекордсмен по закачке. Из-за теплой зимы экспорт Газпрома в начале года упал, но сейчас объемы восстановились. За мае и первую половину июня компания отправила в дальние зарубежья 23,4 миллиарда кубометров газа, как и в 2018-м за тот же период. Хотя в целом показатели пока ниже прошла годних на 6% около 88 миллиардов кубометров. Спрос на российский газ в Европе быстро растет благодаря самым низким с 2009 года ценам 120 долларов за тысячу кубов. Пользуясь этим, Газпром собирается закачать в европейские газохранилища рекордные 11,4 миллиарда кубометров. Резерв пригодится в случае проблем с украинским транзитом в 2020-м. Всплеск рыночного спроса и формирование резервов позволяют Газпром успешно выполнять планы. С января компания нарастила добычу на 2,3% до 258,7 миллиарда кубометров. Это рекорд с 2011-го. На прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что ожидает годовой экспорт в диапазоне 198,6201 миллиард кубометров. То есть почти как в 2018-м, когда был установлен абсолютный рекорд 202 миллиарда. А вот американским производителям жиженного природного газа, СПГ, приходится задумываться об остановке работы, поскольку порог рентабельности для них находится на уровне примерно 180 долларов за тысячу кубов. Заокеанские СПГ проекты затевались в расчете на то, что цены в Европе удержатся в районе 200 долларов, и нынешние котировки для них просто разорительны. Часть мощности по жижению газа в ближайшее время может быть остановлена и поставки СПГ в Европу резко сократятся, предупредил в середине июня главный экономист. Бритиш Патролиум, Спенсер Дейл. Под вопросом и судьба новых проектов. По данным Федеральной комиссии по регулированию энергетики, в США сейчас строится пять линий по жижению газа. Хакбери, Фрипорт, Корпус Кристи, Сейбайн Пасс и Эльбер Айланд. Общей мощностью 57 миллионов тонн в год. 29 июня, 8 часов восход Меркурия. В России и ожидается сырный кризис. Одобрены проекты еще пяти линий, две в Лейк Чарльз и по одной в Хакбери, Сейбайн Пасс и Галф в Мексико на 60,3 миллиона тонн в год. Все они при нынешних ценах нерентабельны. Новые санкции. Не имея возможности конкурировать с Россией по стоимости топлива, США резко усилили политическое давление на европейских партнеров. Пару недель назад с очередным призывом отказаться от российского трубопроводного газа в пользу американского СПГ выступил Дональд Трамп. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса поддержал законопроект, по которому Вашингтон может применить санкции в отношении лиц, участвующих в российских проектах «Северный поток-2» и «Турецкий поток» и предоставляющих технологии и оборудование для этих трубопроводов. Продолжение строительства газопровода «Северный поток-2» усилит угрозу для миллионов европейцев и создаст серьезные риски для безопасности по всему миру, заявил автор документа, конгрессмен Адам Кензингер. Соединенные Штаты должны объединить усилия с союзниками и защитить национальную безопасность, дав отпор попыткам захвата власти со стороны России. 15 мая, в 8 часов тормоз для газа, США придумали новые санкции против «Северного потока-2». Впрочем, сорвать строительство «Северного потока-2» у Вашингтона никак не получится. Все страны, через территориальные воды которых проходит магистраль, выдали требуемое разрешение, за исключением Дании. Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока-2», на прошлой неделе отозвала заявку на прокладку трубопровода в территориальных водах этого государства. На рассмотрении Копенгогена остались две заявки, предполагающие использование исключительной экономической зоны, ИЭС, Дании. Отклонить их, в соответствии с международным морским правом, можно лишь в случае угрозы безопасности морских перевозок или экологии. Поскольку «Северный поток-2» таких угроз не несет, тормозить проект датчане уже не смогут. Плата за верность. Точка невозврата по проекту «Северный поток-2» давно пройдена, заявил в минувшую пятницу глава «Газпрома» Алексей Миллер. На данный момент уже построено 1482 километра газопровода. Это 60,4% трассы магистрали. Капитальные затраты по финансированию выполнены более чем на 80%. Проект будет реализован. Нет никаких правовых возможностей для того, чтобы его остановить. 17 июня. 8 часов. Зачем поляки превращают страну в газовый баллон? Осенью прошлого года польский газовый оператор. ПКНИК. Подписал два договора на покупку с ПГУ американской компании. А в середине июня этого года дополнительный контракт на поставку 2 миллиардов кубометров газа с терминала. ПЛАК РАМИНС. Польша рассчитывала перепродавать основной объем заокеанского СПГ с странами ЕС и стать таким образом новым европейским газовым хабом. Однако при нынешней конъюнктуре вряд ли кто-то захочет покупать дорогущий газ из Америки вместо дешетого российского. Так что Варшаве придется торговать в убыток себе, утешаясь сознанием выполненного союзнического долга перед Вашингтоном.